привет любителям москвы вы смотрите передача обозрения московских храмов и сегодня заключительная передача по храмам соколиной горы вот ну и как вы видите на карте здесь все очень просто то есть есть три приходских храма раз два три вот три храма вот они отмечены и есть еще один неприходской но если быть точнее больничный храм ну скорее такая как бы храм-часовня так вот можно назвать ну и вот в предыдущие три дня с понедельника по среду я вам показывал приходские храмы вот но сегодня еще буквально несколько слов о неприходском храме да и как вы видите он находится на территории инфекционной больницы номер 2 которая располагается на 8 улице соколиной горы еще с давних советских времен с 1937 года и собственно но обычная больница так вот и в ней вот такой вот храм находится в честь великому челика пантелеймона вот который был построен в 2013 году но надо сказать что решение его постройки принял еще патриарх алексей второй но и незадолго до смерти своей вот и настроить его начали в 2010 году и вот строили три года ну на деньги персонала от этой больницы инфекционные ну и некоторых посетителей но может быть еще и спонсоров помогли в общем скажем так так с миру по нитке да и в итоге собрали и строила компания сатори этот храм ну и вот в итоге построили что интересно такой храм он небольшой да но довольно красивый но во первых он нарядный сам по себе такое сочетание конечно то то красного белого но нарядным получилось вот ну и кроме того все таки видите они такие декор то есть не просто гладкие стены до штукатурены там или покрашенные а вот есть все таки хоть какой-то декор но пусть минимальный но все таки он есть еще интересно то что видите вот эта звонница вот эта звонница она находится в основании барабана то есть это барабан с главой как мы видим но это обычный барабан с головой это на любой церкви фактически есть вот а вот это интересно Потому что обычно же барабан на чем покоится? Вот на четверике, ну или на восьмерике, либо на четверике, либо на восьмерике. А здесь еще как бы дополнительно идет звонница. То есть дополнительно идет ярус, такая постройка в виде звонницы, на которой находятся 9 колоколов. Вот это, конечно, интересно. Ну и храм построен в русско-византийском стиле, но это традиционно. Сейчас почти все храмы строятся в таком стиле. Ну что, в общем, как бы призвано тоже показать единство древней Византии, преемство единства древней Византии, современной России, Руси. Ну вот, все это понятно. И вот, значит, такой вот построили храм. Но там еще росписи есть. Ну, внутрь, конечно, понятно, просто так не попадешь. Здесь только для своих, для сотрудников, для пациентов. Которых, кстати, бывает много. Десятки тысяч проходят через эту больницу инфекционную. Ну, в общем-то, людей. Каждый год имеется в виду, конечно, да. Ну, много, много людей проходят, естественно, всякие инфекции. Вот у нас не так уж и много инфекционных больниц в городе. Ну вот, одна из них как раз здесь, на Соколиной горе. И вот, в итоге, значит, храм, естественно, для них. Ну, и Патерим, ну, понятно, потому что он, естественно, считается целителем. Он и при жизни исцелял тоже людей. Ну, и, естественно, теперь тоже, находясь в Царстве Небесном, людей тоже продолжает исцелять. Помогать в лечении, в исцелении разных болезней по молитвам. Ну вот, и, значит, здесь вот в итоге храм там тоже расписан. И роспись эти, они были, ну, то есть имеется в виду, я также иконостас, иконы там все. Роспись эта относится уже к 2016 году. То есть храм построили в 2013 году. Ну, а внутри, я так понимаю, что он фактически голый был, да, то есть не оборудованный. Ну, а потом уже все эти стены расписали, иконостас уже такой поставили, красивые тоже иконы все. Ну, это уже через три года еще получается. То есть полностью храм, несмотря на то, что он был освящен в 2013 году, но это малое освящение было. Вот, он полностью уже стал готов уже непосредственно в 2016 году. Вот такой вот храм на территории больницы находится. И, естественно, ему вполне можно стать больничным храмом. Ну, вот, собственно, и все. То есть вот в итоге четыре храма. То есть три приходские храма и один неприходской больничный, вот о котором я только что рассказал. Ну, а приходские храмы, понятно, то есть два старых храма. Это, то есть старых и месяцев, конечно, треволюционных, да, которые сохранились. И несмотря на то, что они закрывались, ну, воскресение Христово там буквально совсем ненадолго. Ну, а вот Дмитрия Солунского на Благуша, тот, конечно, полностью был, это не то, что закрыт, а он почти снесен был, полностью обезображен. Так что, по сути, выстроен заново. Вот это два храма. Это, значит, вчера я говорил о воскресении, храме Воскресения Христово. Это, конечно, главный храм района Соколиная гора. Вот здесь вот на Измаловском шоссе, в Семеновском парке, построен в XIX веке. Ну, в общем, скажем так, тоже старый храм. Ему под стать, да, тоже вот на улице Ибрагимова, на переченье улицы Ибрагимова, Щербаковской улицы. Это вот храм Дмитрия Солунского на Благуша. Видите, они оба находятся около метро Семеновское. Ну, а в другой части района, вот здесь уже около метро шоссе энтузиастов и одноименной железнодорожной платформы МЦК, находится вот вчерашний храм, который я показывал. Ну, пока это храм Сергея Василия Островских, родителей преподобного Александра Невского. Но это пока временный такой деревянный храм, там с сэндвич-панелями. Ну, и рядом строится, рядом с ним строится уже новый такой большой кирпичный храм. Тоже будет следующий, подобен вот этим храмам, только новый. Здесь непосредственно самого преподобного Александра Свирского. И в этом году его, конечно, вряд ли построят. А в следующем уже, скорее всего, если, конечно, будут деньги, все как обычно, к деньги упирается. Все остальное-то есть, а вот деньги, да. И если что, если будет финансирование, то в следующем году наверняка уже построят. И все, будет уже этот храм. Ну, а этот могут и разобрать, который родители. И сделают вместо этого храма, там просто в храме Александра Свирского будет предел в честь его родителей. То есть, вместо храма сделают предел. Скорее всего, будет так. Ну, а нижний храм, как я уже вчера говорил, будет посвящен пророку Яну Крестителю. Яну Пророку. Ну, это уже когда-то в будущем. А в настоящий момент три храма. Еще раз. Воскресенье Христова в Семеновском парке, Дмитрия Солунского на Благуша и Сергея и Василия Островских, родителей Александра Свирского. Это вот на Гаражной улице, рядом с метро и платформой шоссе-энтузиастов. Ну, собственно говоря, около самого шоссе-энтузиастов тоже. Пока вот такая ситуация. И, естественно, если что, то еще в этот район тоже вернемся относительно храма. До новых встреч. Продолжение следует.